Здравствуйте! Приветствую вас у себя на канале. В этом видео буду создавать модель Героида. Ранее я уже создавал вот такую структуру. Ее можно масштабировать и структура будет повторяться. В этом видео я хочу продемонстрировать вот такую структуру. И на ее основе я применю некоторые модификации и мы получим вот такую интересную структуру. Поехали! Итак, для начала я создам примитив бокс. Пусть будут размеры 50 на 50 на 50. Хорошо. Мне нужно создать окружности. Создам эскиз. С. Д. Пусть будет 70. Клавиша P. Получу проекцию. И с помощью инструмента Trim я уберу вот этот фрагмент. Итак, мы получили здесь вот такие эскизы. Перейдем в Surface. Беру здесь Chaining. И на 5 проэкструдирую. На 5 в этом направлении. И на 5 в этом. Мне необходимо здесь сплайны. Теперь на этой поверхности я создам эскиз. Здесь, так, сплайн. Так, эти точечки плохо привязываются. Я все-таки рекомендую через клавишу P задать здесь проекции и сделать сплайн две точки. Только две точки. Вот эти ползоночки нужно так убрать. Не менять их длину. Так, vision подвеличивает. Да, линия поставилась. Повторю, значит, сплайн. Escape. И вот эти ползунки нужно чуть подвинуть. Применю к нему модификатор. Скорее даже зависимость горизонтальная. Сюда горизонтальная прилепляется, а сюда вертикальная. Неж скетч. Хорошо. Extrude. Только сниму здесь галочку Chaining. И вот эти вот элементы проэкструдирую на 5 мм. Повторю, для этой стороны. Итак, получилась вот такая поверхность. Ее необходимо сшить. Stitch. Далее выбираем инструмент Patch. И ставим здесь кривизну G2. И нажимаем ОК. Вот такой фрагмент. Интересно у нас получился. Убираю эти элементы. Они нам больше не нужны. Возвращаю видимость нашего куба. И далее буду с помощью инструмента Mirror буду зеркально все это отображать. Далее Stitch. Вот такую поверхность у нас получилось создать. Теперь мы можем масштабировать во всех направлениях. Используем массив. Сделаю здесь Spacing. Distance. Болит 50. И выберу направление. Surface. Stitch. ОК. Использую. Так. Минус 100. ОК. Вот такую структуру. Получилось создать. ОК. Далее к этой поверхности можно применить операцию втыки на толщине. И мы получим приблизительно вот такое вот тело. Далее я предлагаю отключить историю. Do not capture design history. Включу форм. Вайдер о пайпе. Итак, продолжаем. У меня повис компьютер. Он у вас тоже может повиснуть при этой задаче. Здесь в Select я рекомендую выбрать Select All снять и оставить Body Edges. Выделяем все наши грани. И далее вызываем инструмент Pipe. А, простите, выделяем наши ребра. И вызываем Pipe. Да, здесь может все повиснуть на некоторое время. Но это нормально. Итак, прошло порядка полутора-двух минут. Не знаю, раз на раз не приходится. Иногда происходит это быстро. Иногда, вот как сейчас. Поставлю здесь Display Mode на плавный. Да, похоже, все-таки мы все еще висим. Так, наконец-то все отвисло. Мы видим вот такую структурку. Она отличается от того, что было в этом примере. Ну, ввиду исходной геометрии, которая была введена здесь. Соответственно, при работе с инструментом Pipe, здесь у нас минимальное количество сегментов. Если мы хотим, чтобы оно было более плавно, нам нужно было сдвигать ползунок правее. Но тогда это очень сильно увеличит время расчетов. То есть, вот эта вот структурка у меня просчитывалась, наверное, ну, минут 8 у меня все висело. Но получился вот такой вот результат. На этом я видео заканчиваю. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok